В эфире канала Россия Итогова информационная программа событий недели в студии Ашемес Пхешков. Доброе утро. На минувшей неделе был день солидарности в борьбе с терроризмом. 16 лет отделяют нас от чудовищной трагедии в Беслане, в результате которой погибли 334 человека, из них 186 детей. У памятника жертвам бесланской трагедии в селе Кастахи-Тагурово глава республики Рашид Тимрезов и другие официальные лица почтили память тех, кто погиб в результате одного из жесточайшего в истории человечества террористического акта, направленного против самого дорогого наших детей. В памяти народов Карачаева-Черкесии навсегда останется то огромное потрясение, охватившее весь мир и чувство скорби, которое тогда все испытали. К другим темам. Депутаты Народного собрания и представители партии «Единая Россия» проинспектировали ход строительства социально значимых объектов в Урубском районе. Они осмотрели сады интенсивного типа, ход строительных работ по рекультивации хвостохранилища Урубского ГОКа, возведение открытой универсальной спортивной площадки, благоустройство дворовых территорий и реконструкцию Дома культуры. В осмотре этих объектов принимала участие и наша съемочная группа. С подробностями Мурат Женкезов. Первый объект – рекультивация хвостохранилища горно-обогатительного комбината. Работы на 56 гектарах еще продолжаются. Их цель – полностью исключить попадание отходов в почву и воду. Проводим комплексные мероприятия. Накрываем хвостохранилище мембраной, сверху глиной засыпаем, а потом растельно-плодородный слой и засеивается травой. Мощный толчок для развития получили в прошлом году личные подсобные хозяйству Урубского района. Заложены десятки садов интенсивного типа выращивания. Благодаря главе республики Рашиду Ворезбевичу Тимрезову и программе «Интенсивное садоводство» был избран Урубский район в качестве пилотного. И у нас вошли в эту программу 50 хозяйств, которые успешно были посажены. И на сегодняшний день видите результат. Ну и как было съемочное гроб, и не попробовать вот такое наливное красное яблочко. Выглядит просто великолепно. В районном центре построен физкультурно-оздоровительный комплекс на стадии завершения строительства открытой спортивной универсальной площадки. Участники мониторинга выполнили и приятную миссию от имени генерального секретаря партии «Единой России» Андрея Турчака. За вклад в работу регионального волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в период пандемии вручили благодарность директору фирмы «Флора Кавказа» Тимуру Качкарову. Во всей республике много объектов обеспечивало своей продукцией абсолютно на безвозмездной основе. Это очень весомый такой вклад, который позволил нам прийти к такому результату, который сегодня позволил снять практически все ограничения. Следующий объект нашего внимания – дворовые территории многоквартирных домов. Ремонт ведется комплексно. Проект заранее обсудили с жильцами. Пять дворов, пять домов, в том числе спортивная детская площадка с элементами малых архитектурных форм и устройством мягкого покрытия из резиновой крошки. Будет трехцветная, по желанию заказчика, как выбирали, синяя, красная, зеленая. Дополнительно еще будут установлены новые скамейки с навесами, также будет установлено освещение и заасфальтированная территория. Еще один значимый объект – дом культуры в ауле Козылуруб. Ведется капитальный ремонт здания. Проект предусматривает сдачу объекта под ключ. Это новые рабочие места и новый импульс культурной жизни поселка. В зависимости от того, сколько людей живет в селе, столько пропорционально должно быть здесь хореографов, вокальных педагогов и так далее, чтобы работа в доме культуры кипела, чтобы он с утра до позднего вечера работал, чтобы на выходные дни двери не закрывались. Конечно, вопрос с кадрами решается не так просто, даже как со строительством, но мы сейчас серьезно об этом думаем, придумываем решение. Обратили внимание сегодня и на Урубский район, и по поречению главы Рашида Бориспевича, многие проекты сдвинулись с места. Эта работа будет продолжена в 2021 году и в 2022. У нас программы, все программы, 2024-2030 год. За последние 20 лет это очень серьезный скачок для Урубского района, и хотелось бы, чтобы эта динамика продолжалась. Но со своей стороны скажу, что максимально партия будет тоже принимать в этом участие. Мурат Ченкёзов, Руслан Харченко, Вести Карачаево, Черкесия. Для школьников и студентов начался новый учебный год. В Фурзуке выросло число первоклассников, и даже появился нулевой класс из Карачаевского района. Репортаж Руслана Каркмазова. В Хурзукскую школу имени Героя Советского Союза Усмана Касаева в первый класс пришли 14 детей. И это отличный показатель, потому как недавно даже 6 учеников считалось признаком жизни в ауле. С года в год где-то увеличилось на 10%. У нас очень высокая рождаемость. Это потому что спасибо Путину, который выделяет деньги для детей. У меня сейчас в данный момент трое учителей в декретном обыске. У них третий ребенок, четвертый ребенок. Хурзукский детский сад гарантирует рост числа первоклашек. Уже в сентябре 2021 года учитель начальных классов ожидает 16 детей, 14 из которых учатся в нулевом классе. А такой класс в школе появился, потому что детский сад начал переполняться. И, как говорит учитель с 40-летним стажем Тамара Байчорова, работа с учениками нулевого класса стала для нее педагогическим открытием. Вот в этом возрасте, именно в этом возрасте они впитывают как губка. Они уже к концу года спокойно читают. В нулевой класс с удовольствием из садика перешел Казим. Ему здесь уже нравится, потому что в обед не надо спать. А вот Абубакар сегодня расстроен в чувствах. И с садиком расставаться не хочется, и в школу время пришло. У нас в день бывает три урока, вот расписание наше, и эти три урока по 35 минут. А остальное время мы играем, ну то есть как в садике. После первого урока у нас бывает завтрак такой легкий. А потом мы играем, уходим на улицу, и они вообще не утомляются. Они играючи, весь этот материал усваивают. В первый класс из нулевого перешла и Ясмина. В нулевой класс ходила? Да. И чему ты научилась? Читать, писать. А в первой классе что ты будешь делать? Дождь. О том, что первый класс серьезнее нулевого, осознал и Амир. И на тысячу вопросов нам учитель даст ответ. Все нам в жизни пригодится, ведь учение – это свет. Нет. Эти первоклассники в нулевом классе уже смогли сформировать мировоззрение, поэтому уже знают, что имеют право выбирать свое будущее. И дети уже знают, что у юристов и экономистов будущее туманное, поэтому выбирают профессию врача, военного и полицейского. Есть даже интересные мечты. Например, у Марии. Балериной. Балерина из Хурзука. А еще может появиться и космонавт из Хурзука. А я хочу стать космонавтом. Аймюлек хочет полететь на Луну. Имя этой девочки в переводе с карачаевского языка уже космическое – «Лунный ангел». Сегодня в школе имени Героя Советского Союза Османа Касаева появилось новшество уровня президента Российской Федерации. В Хурзуке появилось новое время. 11.30 – время путинского обеда. С 1 по 4 класс теперь будут кормить в Хурзуке бесплатно. Это первое, второе и компот. Ученики начальных классов сегодня начали получать бесплатное питание, гарантированное президентом Владимиром Путиным. И меню разнообразное, мяса много. И каждый день разные блюда. Ну что, вкусно? Да. Как дома? Да. Приятного аппетита. Спасибо вам. Понравилось тебе? Спасибо. Кормят здесь горячими обедами учеников нулевого класса и всех с 5 по 11 класса. Стоимость платных, непрезидентских обедов составляет 1120 рублей в месяц каждого ребёнка. Но родители оплачивают только 300 рублей, потому что в Хурзукской школе есть свои огороды, урожай которых обеспечивает сытную, почти бесплатную жизнь в столовой. А кто ухаживает за этой морковкой? Вы или дети? Ну, есть маленькие участки, у детей есть. Есть у нас ответственный за участок учитель биологии. А всё-таки с тяпкой кто работает? Работаем. А то ответственных может быть много. Работаем все. Я, например, 5 рядов картошки посадила, прополола, прокучивала, прополивала. Чтобы эта картошка детей накормить? Конечно. Излишки урожая продают и закупают в школу мясо. Поэтому и обеды почти бесплатные. 300 рублей родители сдают на хлеб, потому что в школе нет своей пекарни, и на чай, потому что в Хурзуке пока ещё не научились создавать чайные плантации. Раз уж подсолнух здесь начинает свисти в сентябре, значит, и у чая есть шанс вырасти на хурзукских огородах. Руслан Куркмазов, Расул Бердиев. Весть из Хурзука. Карачаевская прельбрусье. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Мы рады пригласить детей и их родителей в новый детский развлекательный центр, расположенный в ауле Сарытьюз. Отметить детский день рождения, отдохнуть в семейном кругу, провести мероприятия для дошкольных и школьных групп. Всё это предлагает вам наш детский развлекательный центр. Ждём вас в ауле Сарытьюз, рядом с Ковровой империей Венера. Звоните. Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор Зеленчукский. Телефон 8, код 87 878 545 70 и 8 925 711 98 90. Мы рады пригласить детей и их родителей в новый детский развлекательный центр, расположенный в ауле Сарытьюз. Отметить детский день рождения, отдохнуть в семейном кругу, провести мероприятия для дошкольных и школьных групп. Всё это предлагает вам наш детский развлекательный центр. Ждём вас в ауле Сарытьюз, рядом с Ковровой империей Венера. Звоните. Плюс семь девятьсот двадцать восемь триста девяносто сорок три сорок девять. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Мы вечно заняты и вспоминаем о своём здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Вы знаете, что теперь в налоговой инспекции можете моментально решить проблемы с обслуживанием, оставить свой отзыв и оценить качество услуги. Для этого используйте специальную ссылку или QR-код, которые размещены на информационном стенде, а также QR-код на талончике с номером на обслуживание. Отсканируйте код при помощи вашего телефона или планшета любой программой для чтения QR-кодов. Укажите услугу, выберите смайлик, введите сообщение и отправьте его. Сообщение мгновенно поступит непосредственно руководству инспекции, и вам оперативно будет оказана помощь. Длинная очередь, недостаточно посадочных мест, другие проблемы. Используйте QR-код. Попробуйте. Это быстро, просто и удобно. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Отвечайте всегда на звонок своего ребенка и сами не забывайте ему позвонить. У него будет ощущение того, что вы интересуетесь его проблемами, а что вы присутствуете в жизни. Отцовство. Твой главный жизненный проект. Узнай больше на портале яродитель.ру О судьбе 15-летней Ольги Шеметовой можно снять целый сериал. 9 лет назад, приехав на каникулы к бабушке в Черкесске из Украины, девочка так и не смогла попасть домой. Обстоятельства сложились так, что мать Ольги оказалась в больнице и не смогла к назначенному времени забрать дочь. А потом нестабильная политическая ситуация на Украине и вовсе разделила жизнь семьи на до и после. Спустя 9 лет мать нашла Ольгу и в аппарате уполномоченного по правам ребенка осталась приятная церемония по передаче Ольги матери. Смотрите репортаж Мадины Каракетовой. Оля Шеметова не видела свою семью 9 лет. Если раньше связь как-то поддерживалась посредством переписки, то последние 4 года она прервалась. И подросток всерьез опасался, что с ее матерью могло случиться несчастье в связи с военными действиями на Украине. Но вот случилось чудо, и буквально через несколько минут Ольга и ее мама встретятся вновь. Ирина Шеметова заметно волнуется. Она вот-вот увидит свою дочь. Встреча предшествует беседа с уполномоченным по правам ребенка в Карачаево-Черкесии и представителями органов опеки проверка документов. Я долго дочку не видела. Писала письма, ответа не получала. Как война началась, последний раз общались и все. Конечно, я волнуюсь, переживаю. Как встретимся. Долгой разлуке с дочерью предшествовали множество событий. 9 лет назад Ирина привезла Олю в Черкес на зимние каникулы к биологическому отцу. Но вернуться за дочерью так и не смогла, поскольку тяжело заболела. Восстановление заняло больше времени, чем предполагала женщина, но все это время мать и дочь не прекращали переписку. Пока в 2014 году на Украине не начался вооруженный конфликт. У меня не было номера телефона, единственный адрес. Но письма, ответы на письма не приходили. Писала я в 2015 году, в 2016. Думала, не доходили. Или не отвечают. А это уже были военные действия? Да, да. Это были военные действия. Тогда было у нас очень тяжело. И думала, может, не доходили. Спустя 6 лет безызвестности Ирина наконец получила долгожданную весть о дочери. Девочка находилась в реабилитационном центре «Надежда» в Черкесске. Она является гражданкой Украины. Ольга Шемет является гражданкой Украины. Она проживала у папы. Папа тоже не гражданин России. И поскольку не были установлены все соответствующие документы, мы вынуждены были забрать ребенка и определить центр «Надежда». Предстояла нелегкая работа по установлению личности девочки, восстановлению ее документов, поиску ее семьи на Украине. И когда ее мама нашлась в Луганской народной республике, вследствие неимоверных усилий у полномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесии Натальи Бондаренко, ее первой заботой было как лучше, тактичнее сообщить Оле долгожданную, шокирующую приятную новость. В реабилитационном центре «Надежда» просили, чтобы девочку за эти пару дней подготовили психологи. И когда мы уже приехали, и при непосредственном общении с девочкой, и когда передали ей номер телефона, девочка немножко уже психологически была готова. Да, девочка плакала, девочка была, где-то были, может быть, слезы радости, где-то слезы грусти, но девочка изначально, первоначально, она говорит, «Можно я подумаю, можно я соберусь мыслями и сама позвоню без присутствия посторонних». Когда помощники передали Наталье Бондаренко, что Олю привезли представитель центра «Надежда», ее мама Ирина даже не могла шелохнуться от волнения. И вот он, долгожданный момент. Вообще, когда последний раз я ее видела, у нее были волосы длиннее, чем сейчас. У нее был другой цвет волос, она была выше, чем сейчас. Оля признается, что испытывает настолько смешанные чувства, что даже не способна их описать. Когда я попала в центр, мне дали номер моей мамы. Только здесь я узнала, что моя мама вообще жива. То, что они умерли, нам так сказали. И я вообще даже не знала, что с ней. Я очень переживала насчет этого. Когда мне в центре «Надежда» сказали, что моя мама жива, дали мне ее номер, я была очень счастлива, потому что я вообще не знала, что с ними. Я была очень рада тому, что увижу маму, брата. Я их не видела очень долго. Я их не видела 9 лет. И такое счастье, что с ними все хорошо. Беседы проведены, подписи поставлены, нюансы улажены. И уже через несколько дней Ольга и ее мама будут дома, на Украине. И для подростка начнется совсем новая жизнь. Помню первую нашу встречу, когда мы обе плакали. И сейчас опять плачем, да? Но я думаю, что это теперь слезы радости, это не слезы горя. Хорошо? Давай. Прости на радость маме. Общайся с братом. Это самый родной и близкий твой человечек. Цени каждую минутку нахождения вместе с семьей. Хорошо? Впереди Ольгу Шеметову ждет новая школа, знакомство, новая жизнь. Она планирует когда-нибудь вернуться в Россию и, возможно, стать гражданкой страны. Посвятить себя защите прав детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Посетить Карачаево-Черкесию, где прошли 9 лет ее детства. Где остаются ее детские друзья, места, ставшие уже любимыми. Но сейчас ей предстоит самая важная миссия. Снова стать родной в своей же семье. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. С начала нового учебного года сотрудники госавтоинспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России Карачаевски провели информационно-пропагандистскую акцию «Внимание, дети!» Цель профилактических мероприятий – снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Ахмед Халкечев подробнее. Облачевшись в специальные жилеты ярких цветов, поддержать своих старших коллег вышли юные друзья полицейских из 6-й школы Карачаевска. Активисты ЮИЦ совместно со стражами порядка призывают водителей соблюдать скоростной режим и не терять бдительность, особенно если поблизости есть школы или детские сады. Спасибо, хорошо. У нас проходит операция «Внимание, дети!» Пожалуйста, будьте внимательны, пропускайте пешеходов. И тут инструкция обязанностей водителя. Вдруг, если вы забыли, напомните себе. Счастливо вам доехать. Спасибо, спасибо. До свидания. Будем внимательны. И остальных будем заставлять, чтобы были внимательны. Спасибо большое. Удачи вам. Хорошего учебного года, чтобы хорошо учились. С наступлением нового учебного года на улицах прибавилось детей, которые за время длинных каникул успели подзабыть правила безопасности дорожного движения. Да и у водителей, может быть, чуть снизилась бдительность, говорят полицейские. Уважаемые водители, с наступлением нового учебного года на улицах вновь появятся дети, пешеходы, вернувшиеся с каникул. Соблюдайте скоростной режим, будьте особенно внимательны за рулем, проезжая образовательные учреждения. Подвозя детей, не забывайте их пристегивать или перевозить в специальных креслах. Также полицейские напоминают о требованиях правил безопасности дорожного движения в части использования внешних световых приборов, согласно которым любой автотранспорт, находящийся в движении, обязан передвигаться с включенными фарами. За несоблюдение данных требований предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Ахмар Халкечев, Али Бастанов, Вести Крачаева, Черкесия, Карачаевск. 6 сентября в Солнечногорске состоится суперфинал конкурса «Лидеры России». Нашу республику будет представлять Ахмат Апаков. Он рассказал о подготовке к конкурсу и о том, каким должен быть современный лидер. С подробностями Али Баташев. Молодые, предприимчивые, умные и энергичные. Не только на видеороликах в соцсетях, но и в жизни. Ахмат Апаков будет представлять республику на конкурсе «Лидеры России». Это флагманский проект, который реализуется некоммерческой организацией «Россия страна возможностей» по поручению президента страны. Сложная система отбора. 232 тысячи человек, если я не ошибаюсь, подали заявки в прошлом году. Было много разных этапов. Это и тестирование, несколько разных видов. Это мы записывали эссе, мы записывали видеообращения, проводили различные социальные проекты. И по итогам отбора из этого количества осталось всего 300 финалистов. Этот конкурс – перспективная площадка для молодых управленцев. За два года двое участников конкурса «Лидеры России» стали губернаторами. Пятеро – заместителями федеральных министров. Каждый финалист получил образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. Знакомство с самыми успешными управленцами страны и возможность получения консультации от них. Я закончил Российский государственный гидрометеорологический университет по специальности государственное муниципальное управление. И как вы планируете дальше свою карьеру осуществлять в случае победы? Я уже решил для себя, что я возвращаюсь в Карачаево-Черкесскую республику. Есть разные предложения от руководства региона. Я думаю, в ближайшее время уже будет более определенная информация на этот счет. Конкурс «Лидеры России» стартовал в 2017 году. Его цель – выявление и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. На мини-Арбате Черкеска открылась виртуальная выставка военной техники времен Великой Отечественной войны. Каждый желающий мог стать ее участником, и для этого нужен был только смартфон. С подробностями Аслан Гирюгов. Россия приобрела лицензию на производство пулемета «Система Максима» в 1905 году. К началу 30-х годов прошлого века конструкция морально устарела. Пулемет был тяжелым. Водяное охлаждение осложняло действие расчета в бою. Высокий профиль затруднял маскировку, а небольшое повреждение кожуха полностью выводило пулемет из строя. Первыми, кто принял участие в акции, стали школьники Черкеска. Для их безопасности волонтеры обрабатывали руки антисептиком и раздавали маски. Помимо этого, помогали установить приложение для просмотра виртуальной выставки. Данный подход очень понравился детям, ведь во время распространения болезни онлайн-выставки помогают не собираться в помещениях. Все мы знаем, какой ущербной и славы великая отечественная война не только для России, но и для всех стран мира. И это важно, чтобы не только молодежь, но и дети начальных классов поднимали об этом, видели, ну и знали в конце концов. А предложение тебе понравилось? Да, очень понравилось. Это, так сказать, в современном виде, что это так преподнесли, в связи с коронавирусом. Это очень хорошо. Когда просто на картинках показывают это не так, а когда ты можешь посмотреть дополненно реальности, там покрутить, посмотреть, это прикольно, да. А в чем ты видишь его важность? Ну, важность, во-первых, то, что День Победы, 75-летие Победы, вот. И это приложение как бы показывает ту технику, которая там воевала, да, то есть можно осмотреть, пощупать. То есть я считаю это важно. В данном приложении можно рассмотреть всю военную технику времен Второй мировой войны и узнать ее историю. Выставка открылась в 12 часов по московскому времени по всей стране и утверждена президентом России. Организаторы отметили, что после ее окончания приложение будет активно и им можно будет воспользоваться в любое время. Эта выставка проводится у нас впервые такого рода, то что путем мобильных приложений максимально дети могут увидеть в 3D-проекции, как выглядит эта военная техника. И помимо этого идет аннотация каждой военной техники, что за техника, когда произведена. Я считаю, что это популяризирует патриотизм у детей и увеличивает знания. Современные технологии все глубже проникают в нашу жизнь. И данная выставка доказала это. Баннер с QR-кодом находился на улице Первомайская весь день. И любой желающий смог присоединиться к всероссийской акции. Аслан Гирюгов, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. В нашей программе мы открыли рубрику «Наше наследие», в которой будем рассказывать вам об известных и малоизвестных исторических и архитектурных памятниках, а также о людях, чьи имена вписаны в летопись нашей республики. Одним из них был пристав Карача Николай Петрусевич. Подробнее о нем материал Шерифат Лепшоковой. Пять лет назад здесь, в южной части города, появился необычный памятник. Спустя почти полтора столетия было увековечено имя пристава Эльбрусского военного округа генерала Николая Петрусевича. Человека неординарного, приложившего много усилий для улучшения жизни горцев и казаков. В состав Эльбрусского военного округа в 1864 году, в год вступления в должность, пока еще штабс-капитана Николая Петрусевича, помимо Карачаев, входили еще два горных аула – Гумлоу и Хумара. Рядом с последними поселился новоиспеченный пристав на территории нынешнего Нового Карачая. Все годы его двери были широко открыты для горцев. Люди, видя в нем участие и поддержку, приходили со своими бедами, не испытывая при этом языкового барьера. Уже через полтора года службы Николай Петрусевич говорил на безупречном карачаевском языке. Пристава можно было встретить в отдаленном селении, помогающем строить забор. Его руками была построена и печь в одном из гостевых домов в Старом Карачае. А когда ночь заставала в пути, пристав спал на земле, завернувшись в бурку. Импонировало горцам и то, что молодой и холостой начальник не имел вредных привычек. Был чушь с азартным игром. Своё знаменитое прозвище «Зуку приступ», «Косой пристав» Николай Петрусевич получил за свою привычку смотреть сверх очков. Люди поначалу не замечали, что это всего лишь была его особенность. Насмешливые горцы, любящие давать прозвище, не удержались и здесь. За 14 лет своей работы в должности пристава Карачае он сделал немало для жителей. Его усилиями было присоединено 40 тысяч десятин земли в районе Тиберды и Джугуты. Там стали появляться новые аулы, а вместе с ними повсеместно открывались амбулатории, школы. В горных селениях появились русские учителя. Начали строить десятки дорог и мостов. Но что же сейчас знают наши современники о деятельности пристава в Тиготы? Я особо ничего не знаю о том, что все вещи. Это то же самое, то, что сказал мой друг. Не смогу это подробно рассказать, но так слышно. Делал очень многое. Почему? Потому что в военных действиях и прочее. Установленный памятник в Черкесске и площадь, названная в честь пристава, должны способствовать исправлению исторической несправедливости. Вся деятельность Николая Петрусевича была направлена только в мирное русло. Его усилиями был создан и осетинский аул, названный тогда Георгиевско-Осетиновским. Именно с этим приставом перед приездом в Карачай предварительно встречался отец будущего поэта Кастахи Тагурова Ливан. Занимался Николай Петрусевич и реализацией крестьянской реформы. Выбивал суммы для поддержки аульских бедняков. А позже, став начальником Баталпашинского уезда, прилагал все усилия, чтобы облегчить жизнь казаков. Благодарные люди не забыли своего пристава. Ставший уже генералом, Николай Петрусевич в 80-х проходил службу в Средней Азии в составе войск легендарного Михаила Скобелева. Погиб пристав Карачаев в бою при выполнении топографических работ. Меньше чем через год по инициативе горцев и казаков он был перезахоронен в станице Баталпашинской. И памятник, установленный Николаю Петрусевичу, уже современной России, стал символом исторической памяти народов республики. Шерифат Лепшукова, Роберт Джавутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На этих полках хранится история Карачаева-Черкесии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok